здравствуйте друзья сегодня мы поговорим с вами на раскладе на такую тему диагностика ваших чакр вашей энергосистемы мы посмотрим по чакрам какое у вас состояние в каждой из систем мы посмотрим какие блоки присутствуют или где-то их нет посмотрим состояние вашей энергетики именно очень подробно и естественно будем обращать внимание на какие-то проблемы и вы будете решать в итоге потому что вы узнали кое-что о себе это очень важно использовать я буду оракул чак чакра источник мудрости в любом случае потому что это карты наиболее отражающие именно по цветам каждую чакру вот и я их распределила по цветам то есть вот смотрите например в этой кучке только красные карты это значит что это карты символизирующие чакру младхару и мы будем с нее сейчас начинать то есть я буду выкладывать вам сейчас четыре позиции не забывайте что с вами канал школа таро альвиена меня зовут карина вам нужно будет выбрать одну из четырех позиций и дальше мы будем докладывать по поводу состояния вашей энергетики из каждой кучки то есть они у меня уже распределены и на таро книга теней том 2 как так и внизу докладывать будем в чем там проблема может быть в чем причина более раскрывать какие-то ваши блоки и на мудрости золотого пути совет будет для вас вот такое длинное гадание сразу говорю что она не маленькая не короткая и я выкладываю четыре позиции то есть ваша первая чакра поэтому вам нужно почувствовать где ваша первая чакра именно среди этих четырех позиций именно где она сейчас находится на какой из них откуда идет тепло что соответствует именно вам что для вас и тут идет да и мы будем проводить диагностику вашей энергетики чакр как раз посмотрите вообще как это делается этот расклад всегда называется радуга потому что там идет семь цветов семь чакр и так первая вторая третья четвертая позиции все сосредоточились все подумали и мы с вами начинаем с первой позиции состоянии вашей молодхары смотрим идет обновление это значит что чакра нас на данный момент освобождается от блоков есть момент того что до какой-то период жизни в чакра была заблокирована было плохо может быть было плохо со здоровьем чакра отвечает за здоровье то есть у нас первая чакра она отвечает за жизненные силы за здоровье за состояние тела за инстинкты самосохранения такие животные природные инстинкты которые всегда говорят о том что у человека должен быть адекватный страх если страхи дополнительные это уже говорит о блоке на чакре но сейчас она явно чистится и освобождается идет обновление идет возрождение идет осознавание того что ваше тело может сама обновляться ваше тело может сама восстанавливаться вы человек который полон жизненных сил или наполняетесь жизненными силами вы воспряли от какой-то проблемы избавились от нее или избавляетесь на данный период времени карта говорит о том что вы активизировали энергию кундалини но может еще пока этого не чувствуете однако можете чувствовать некоторую трансформацию сейчас внутри себя то есть вы человек который переживает именно трансформационные моменты по первой чакре энергия может начать подниматься по позвоночнику и просто буквально прорывать те блоки которые в нем есть на других на уровне других чакр и естественно если это будет в это будет несколько болезненным то есть вы можете начать переживать нестандартные эмоции нестандартные чувства поэтому смотрим дальше как у вас состояние в каком вторая чакра сексуальная давайте ее у вас посмотрим в каком она состоянии да и мы здесь видим карту самоуважения то есть энергия от первой чакры уже прошла явно ко второй вот у вас ведь и вас идет сейчас очень сильная сильный прогресс вперед сильное развитие смотрите если на первой чакре пробились блоки на второй чакре мы уже видим тоже на сексуальной что блоки пошли пробиваться до прорываться и мы видим что появилось самоуважение причем раньше этого самоуважения явно могло не быть до либо конечно оно могло быть укорененным но часто человек это понять почему-то из чего-то понимает вот это самоуважение то есть идет контраст идет какой-то опыт опыт отношений опыт личной жизни опыт сексуальных отношений негативный а потом человек начинает раз у него обновились жизненные силы раз у него они воспряли то человек начинает осознавать что он достоин всего самого лучшего над ним нельзя не издеваться не проявлять к нему допустим не уважение или агрессию на пустом месте обвинять там в чем-то в чем чего этот человек не делал то есть есть такой момент что вы начали уважать себя карта самоуважения она всегда показывает что вторая чакра хорошо работает она всегда показывает что человек может творчески очень сильно развиваться вторая чакра не только связано с сексом на самом деле если человек себя чувствует гармонично в сексуальном плане если человек себя как женщина или как мужчина чувствует вполне таким хорошим человеком то есть допустим в меру красивым конечно мы все на люб не на любой вкус да на вкус ограниченного числа людей то есть это понятно даже любая извините королева или фотомодель не может нравиться всем вот человек это все осознает понимать свои плюсы свои минусы понимает что допустим создан для серьезных отношений да и так далее не будет заниматься беспорядочным сексом и все такое прочее то у него начинает активизироваться энергия творческая то есть любые так скажем всплески в сексуальной чакре они дают сразу же творческие всплески и энергия продвигается выше давайте посмотрим что на 3 чакре у вас это чакра общения с людьми по сути выхода в социум вращения в социуме и богатство богатство самое главное да давайте посмотрим что у нас на манипуре притворство а вот здесь уже идет проблема вот смотрите первая и вторая чакра у вас работают замечательно а здесь есть проблема карта притворства она показывает что вы можете либо сами манипулировать людьми в социуме то есть показывать одно а на самом деле внутри совсем другое ради своих каких-то целей либо вы можете быть слишком доверчивым человеком который идет на поводу у других людей и слишком перегибает этом паку что слишком наивным может можете быть да давайте все равно мы здесь уже на таро разберем в чем тут причина потому что если мы видим блок на чакре а блок на чакре на 3 у вас явно есть и он еще не пробился энергии которая идет по позвоночнику то есть она еще дошла только до сюда да она может слабо течь мимо но ей нужно пробить этот блок убрать его да мы сможем сейчас посмотреть чем причиной может быть блок уберется что конкретно там этому притворству способствует так идет десятка пентаклей идет четверка жезлов смотрите это карта обе семейные что-то карта что другая она говорит о семье которая собралась за столом если у вас есть такой момент что вы вращаетесь в кругу своих родственников либо в рабочем коллективе где есть вот такая обстановка вы вот эта карта притворства она может означать что вы ни за что не выносите свои проблемы на плечи вот таких вот близких людей то есть это в первую очередь и более того вы очень боитесь мнения этих людей мнение этих родственников друзей знакомых или коллег почему вы боитесь потому что там есть определенные авторитетные люди которые как вы уже знаете что они вам скажут да и не дай бог вам высказаться как-то иначе вы знаете отлично что вы не будете поняты вот как-то так восьмерка жезлов говорит что вам надо научиться высказывать свое мнение и видеть правду то есть собирайте свою силу аккумулируйте ее в третьей чакре вот прям прям можно вот эту прям ведь и желтая энергия нарисована да и и женщина в желтом ведь не зря вот вас на желтой чакре это выпало аккумулируйте в районе живота желтую энергию прям большим 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 таким шаром и попытайтесь ее распространить на все тело то есть блок он в любом случае уйдет и пробьется но вам нужно научиться во-первых видеть когда вас пытаются обмануть притворяются перед вами самому ни за что не притворяться перед другими окружающими ни в чем и самое главное не притворяться перед своими родственниками друзьями знакомыми или коллегами там где есть авторитетные лица и там где вы уже точно знаете что вам скажут то есть вас все равно должна быть своя позиция свое мнение вы должны научиться делиться с даже с теми людьми от которых вы ждете определенной реакции помните об этом давайте посмотрим теперь что у вас с чакрой анахата это сердечная чакра четвертое горе видите она заблокирована полностью и проблема здесь в том что вы испытали в жизни какое-то очень сильное горе это потеря близких родственников или любимых людей развод расставание потеря любимых друзей работы любимой да допустим чего то что вы очень не хотели отпускать но здесь девушка собаку не хочет отпускать если бы я потеряла свою собаку его чувствовала себя то же самое да точно так же потому что ну на собаке очень наиболее такой яркий пример идет по карте но это может быть потеря чего угодно или кого угодно очень дорогого сердцу того кто дороже некуда до идет именно потеря и вы с этой потерей пока не справились даже если вам кажется что вы справились давайте посмотрим поподробнее на картах что там происходит или происходило вы явно не справились у вас с этим большая проблема идет карта мир королева кубков звезда вы себя чувствовали изначально человеком очень счастливым особенным особенным видите как будто семья идет все таки если у вас не было своей семьи то вы возможно мечтали об этом но потеряли мечту в связи с потери вот видите тут мужчина и женщина делятся друг другу переживаниями у вас было лицо которому вы безумно доверяли как я это вижу так кто-то рядом очень близкие родной с кем вы могли поговорить рассказать что-то по душам и чувствовали себя при этом особенно или особенным человеком вы были счастливы занимались своими делами в жизни чувствовали себя солнышком чувствовали счастье радость если это про родителей речь на то вы один из этих детей да кто счастлива живет как будто заботы не знали какое-то время жизни или так вам казалось вот и у вас было с кем пообщаться поделиться любыми своими проблемами вот идет видите мать и дитя мужчина и женщина то есть кого-то близкие всегда были рядом король кубков как семья или родительский дом до королева жезлов тут всегда идет общение и обмен энергией а карта горе показывает что все это ну что-то из этого потеряно либо все либо частично вы чувствовали себя раньше довольно счастливым человеком то есть очень счастливым и у вас был энергообмен с окружающими очень сильный такой и у вас тут в принципе то семейные такие карты все время падали до потом вы испытали какой-то дикий стресс я как вижу горе какой-то давайте посмотрим дальше что у вас с и шуткой это 5 чакра горловая искание ну ищите себя эта карта чакра когда реализуются таланты умение говорить умение слушать и умение подавать себя до таланты и у вас идет искание то есть вы себя не нашли есть такой момент что может быть у вас сейчас нет вдохновения потому что во второй чакре энергия вдохновения она саккумулирована но вы не можете ее поднять до вишудхи потому что тут блоки идут и на вишудхи естественно тоже идет блок связанные с поиском себя и раз вы не можете поднять энергии дату энергия творчества она просто сидит в свадхистане во второй чакре она сидит там и все и до вишудхи не доходит поэтому вы находитесь в поиске вроде как чего-то хочу и вроде как чего-то могу но я не знаю как мне это реализовать или что это и буду ли этим заниматься да давайте немножко раскроем да у вас прям силы много вы на самом деле человек очень талантливый вы можете действительно сеять семена и пожинать плоды вы умеете мечтать у вас есть творческие перспективы но дальше чем мечты но не идет вы слишком много мечтаете о самореализации которая к сожалению пока не наступает давайте посмотрим что у вас с аджиной это лобовая чакра третий глазик наш да она связана с видением ясновидением с интуицией вера но все-таки слава богу да вера то у вас есть это очень важно то есть у вас есть вера вера это символ всего вера это оплот то есть это чакра вас не заблокирована вы можете верить высшие силы умерших родственников в поддержку духов рода поддержку ангела-хранителя и вы молитесь вы молитесь и верите что у вас все будет хорошо и мало молодец вы молодец у вас есть эта вера у вас она греет понимаете вас это вера греет это очень очень важно и смотрим ну значит аджина у вас не заблокирована да я так понимаю что вы это понимаете что у вас есть поддержка рода и она у вас открыта и вы ее чувствуете и смотрим теперь сахасрару это седьмая чакра чакра связи с богом всевышним как там обстоят дела инстинкт идет да вы ощущаете вы ощущаете связь с родом вот у вас что тут что тут это все показала карты говорят о том что 6 и 7 чакры не заблокированы 1 2 6 7 без блоков это очень хорошо на самом деле есть люди у которых все чакры заблокированы у вас такого нет у вас есть блоки на 3 4 5 это значит что была потеря обида связи с этим вы можете как вводить людей в заблуждение так и бояться им открыться да так и быть слишком доверчивым человеком вы испытали горе вы не можете от этого освободиться и вы ищите себя и единственное что вам нужно здесь сделать это почувствовать снова свою уникальность попробовать проработать те моменты чтобы уметь в том обществе в котором вы привыкли общаться разговаривать так как вы хотите выражать свое мнение так как вы хотите и попробовать каким-то образом обойти момент от этого горя потому что вечно страдать невозможно неважно какая потеря у вас случилось в этой жизни вечно страдать невозможно понимаете вы не можете вернуться в прошлое вы не можете ничего изменить вы не можете вернуться даже на час назад поэтому бесполезно это страдание но не нужно вы ничего не вернете но вы можете смотреть в будущее вообще только мысль делает нас счастливыми или несчастными помните об этом давайте посмотрим совет для вас на мудрости золотого пути чтобы вас вдохновить и чтобы вы могли идти куда-то вперед да это очень важно идти вперед это то что нужно для вас потому что человек вы талантливый и вам немножечко нужно с шагов сделать для того чтобы себя полностью реализовать лепестки роз вам выпала карта эта карта очень хорошая она знаете о чем говорит о том что у вас расчищается сейчас путь ну и действительно из 7 4 чакры ведь работают значит пути правда расчищается все препятствия скоро у вас исчезнут у вас закончили заканчивается период допустим нужды период каких-то трудностей испытаний вы будете двигаться вперед с большей легкостью с уверенностью и действительно у вас будет какой-то успех то есть эта карта лепестки роз она говорит о том что до вас ждет успех у вас все будет хорошо просто идите вперед идите вперед вам ничего не мешает вот что говорит эта карта вы одно целое с естественным ритмом жизни почувствуйте этот ритм и просто идите вперед у вас все будет хорошо вот такая вот у нас была позиция номер один рассмотрели здесь диагностику чакр диагностику энергетики человека у кого что срезонировала все все пишите это очень для меня важно интересно и очень очень нужно да так я сейчас вытаскиваю обратно в колоду карты таро это очень тоже нужно для меня потому что все колоды не может хватить на четыре позиции и мы начинаем позиция номер два ваша первая чакра это чакла чакра младхара чакра жизни нашей до карта принятия но смотрите был такой момент скорее всего у вас в жизни что какие-то обстоятельства вам не нравились вы испытывали из-за этого дикий стресс потому что естественный жизненный эгоизм может быть был эгоизм даже от родителей что вас воспитали как-то слишком в любви может быть был эгоизм от любимого человека ну часто бывает так что и по работе бывало бывает до человека амбиции после университета например амбиции я буду сейчас вот закончу экономически да и буду сейчас королем мира бизнес-вумен бизнесмен и так далее и вот эти амбиции все не были удовлетворены они упали вы столкнулись реальностью как будто бы да и вам вас сейчас идет стадия принятия этой реальности то есть все идет не так как вы хотите я достоин большего я знаю это но жизнь почему-то не подчиняется мне вам надо помнить что подчиняется вам только то что внутри вас внешне то что вокруг вас какие-то обстоятельства снег не сможет идти по вашему приказу верно пошел не пошел вырасток пальчиками щелкали пошел щелкнули не пошел и то же самое люди работа тоже да там не знаю учеба семья это все окружающая действительность это внешние обстоятельства вы ему вы ими управлять можете только частично а вам кажется казалось когда то что полностью в этом проблема у вас не было полное непринятие а сейчас идет принятие как будто ангел с небес спустился и начал вам объяснять что да в жизни не бывает все так по внешним обстоятельствам как ты хочешь этот мир невозможно себе подчинить за пять минут и даже дональд трамп не сможет регулировать когда пойдет снег когда не пойдет и будет ли там не знаю град в зимбабве да все что угодно этого ничего не невозможно отрегулировать полностью верно вы не сможете никогда предугадать когда за вами побежит лев по саванне если вы находитесь в саванне поэтому поэтому вам пришлось что-то принимать и это разблокировка вашей первой чакры это разблокировка до был блок но сейчас идет стадия трансформации то есть у нас уже вторая позиция с первой чакры стадия трансформации но и слава богу до болезнь ли или еще что-то и вы начали начали принимать там не знаю разводы увольнения не то работа не то место жительства вы начали принимать что жизнь она идет так она и есть все в моей жизни вот так вот но при этом знаете что хочу сказать вам что то что внутри вы всегда можете от контролировать поэтому вы у вас пошло принятие мы можем злиться можем плакать можем веселиться можем радоваться быть счастливы и все это идет у нас изнутри давайте посмотрим вашу вторую чакру свадхистану сексуальную чакру карта развязка в их выпадает вас идет потеря и связи с этим очень большие комплексы также идет воспоминание о прошлом и родителях там зародился сексуальный комплекс где-то в детстве в детско-родительских отношениях и связи с этим комплекс самореализации это вы поняли что вы несколько ничтожны вы не можете проявить себя так как вы это вам задано природой потому что в детстве вам внушили комплекс неполноценности более того вы тоскуете об утраченных отношениях допустим с родителями родственниками или друзьями из прошлого или любимым человеком но родители в любом случае на вас повлияли и не обвиняйте их ни в чем но так сложилось ваше детство что нанесли психологическую травму это психологическая травма отражается на сексуальной чакре всегда в комплексе то есть это комплекс вы испытываете комплекс неполноценности в любом случае вам пришлось что-то потерять кого-то потерять может быть даже не раз все из-за того что у вас есть комплексы давайте посмотрим на таро с чем тут связана эта карта рыцарь мечей тройка мечей вот изначально был такой момент что вы развивались все таки было дело молодости или в детстве развитие шло неплохо таланты были вы общались так скажем с феями которые давали вам вдохновение а потом фей сколько не летали уже над вашей головой вы все равно их не замечали только шли какие-то скорбь и рыдание да на самом деле вы сильный человек и у вас очень много энергии до девятка жезлов и сила конечно вы сильный человек вы можете себя отстоять но вы как будто бы пока что этого не замечаете вы считаете себя недостойным человеком но и зря потому что я уверена что вы достойный человек и наша сексуальность она определяется индивидуально то есть мы не можем быть сексуальными для каждого даже если там какой-нибудь бьонс все пишут что она сексуальная начни они с ней вступать в половую связь это было бы просто как будто бы ты вступаешь связь случайную да с нелюбимым человеком а по настоящему любил бы ее и желал в сексуальном плане только все равно 12 человека да потому что это индивидуальный набор качеств мы не можем всех желать на самом деле сексуальном плане то есть у нас есть просто очень сильно ужин и набор детских психологических травм из которых вот он как индивидуальная цепочка днк да вот тут тоже самое он складывается 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 и нам подходит кто-то определенный только вот определенный для жизни определенный для секса вам это надо понять что вы не можете быть для всех сексуальным вы можете быть для всех красивым человеком вам могут все это говорить какие-то комплименты но я еще раз говорю по-настоящему сексуальным красивым и любимым вы можете быть только для одного-двух человек и вам всего лишь нужно этих людей в жизни встретить поэтому у любого человека не может быть комплексов ни внешности ни характера ничего такого потому что это лишь набор индивидуальных качеств здесь карты говорят о том что у вас когда-то была психологическая травма в детстве ну там не знаю там родители развелись обращались войне неправильно подростки вас гнобили но опять же в силу того что вы уже начали получать психологические травмы из дома потому что вы не смогли обосноваться в социуме значит если вас кто-то из подростков гнобил вот или не пользовались популярностью в подростковом возрасте у противоположного пола а очень хотелось да и вот где-то 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 там пошел скос но я думаю что его легко преодолеть просто помните о том что вы уникальны любом случае третья чакра ваша изобилие ну карта знаете о чем говорит о том что в принципе у вас 3 чакра работает и вы отлично знаете как обращаться с деньгами куда и вкладывать вы у вас есть способность и разбогатеть и может быть даже не знаю там сделать свой бизнес договариваться с людьми если работать то вы сможете устроиться на хорошую работу или уже работаете раз у вас при все равно стадия принятия прошла или проходит сейчас то есть она у вас присутствует в жизни да то вы сможете расти идти вперед в профессиональном плане вот и способность у вас есть к тому чтобы быть богатым и счастливым в плане денег да давайте посмотрим четвертую вашу чакру это анахата посмотрим что там если какие-то блоки карта рост но смотрите я в каком-то видео рассказывала легенду по этой карте но в любом случае я вам знаете как хочу сказать вы считали себя чем-то отличить отличным от других людей отличающимся от других людей и долгое время не могли себя признать и у вас действительно была травма из-за этого психологическая травма от того что вы не могли признать себя человеком который бы всем не знаю нравился да потому что считали себя кем-то особенным вот которая человека которого общество не принимает как вы считали и вам нужно было пройти очень долгое время для того чтобы понять что у вас принимают но учитывая все обстоятельства если рассмотреть вашу сватхистану то да комплексы какие-то остались сексуальные комплексы но все-таки сердцем вы поняли что люди могут вас любить принимать то есть есть такое понимание чакра начала разблокировку после испытаний трудных испытаний жизни трудных испытаний в отношениях с людьми именно вот этой вашей какой-то будь то бы особенности перед окружающими что вы особенный человек тот которого не должно признавать общество как своего то есть вы не свой для них видите толпа вся серая вы желтенький человек вы слишком много мечтали действительно карабкались вверх для того чтобы хоть как-то укорениться а победа вам доставались ценой чужих неудач то есть когда вы побеждали это всех бесило понимаете но бесил это почему потому что вы себя не могли принять и люди вас естественно не принимали сейчас у вас идет духовный рост и вы начали себя принимать что вы такой же человек как и все люди вас начали принимать вот давайте идем дальше чакра вишутха это чакра творческого самовыражения у нас до нетерпение вы знаете вот есть такой момент у многих людей как нетерпение это тоже блок своеобразной на чакре когда человек хочет самореализоваться выделиться показать себя особенно показать себя другим отличным от окружающих с помощью допустим даже творчество имиджа поведение всего что угодно но до профессионала ему далеко он этого не понимает и очень хочет скорее достать луну с неба но он ее не достанет пока не научится чему-то от и до то есть вам нужно пройти путь профессионального роста творческого роста вот допустим вы выбрали рисовать согласитесь за один день рисовать невозможно научиться нужно в художественную школу несколько лет походить добывают от природы от бога художники но и им приходится чему-то поучиться как использовать краски как то как это то есть это все равно постоянный ежедневный труд но вы этого не понимаете вам нужно все и сразу вы не обладаете нетерпением тяп-ляп и готова да пойду-ка я достану луну с неба видите у вас идет тут жезлов энергии очень много на самом деле много идет карта суд двойка жезлов все эти карты очень энергетически сильная у вас еще и двойка кубков идет вы очень очень способный человек у вас есть талант какой-то единственная единственная проблема в том что вы его не хотите по-нормальному развивать вам нужно одним трудиться вам нужно работать в этом направлении не торопиться никуда знаете что если вы потратите на свой талант хотя бы два-три года и будете действительно идти в этом направлении вы дойдете до супер результатов и будете действительно богаты как у вас идет по карте изобилие давайте посмотрим теперь вашу чакру которая у нас в лобике это аджна это чакра ясновидение экстрасенсорных способностей предвидения интуиции да давайте и у вас посмотрим равновесие но тут по легенде человека позвали до актера куда-то работать он всю свою семью побросал все от него отвернулись и мол я уеду и все а ему ему говорят ну подожди немножко у тебя потом позовем вот мы сейчас пока не можем у тебя просто позвали но вот у нас сейчас пока нет вакансии мне нужно подождать и от него и семья то отвернулась да и в то же время он никуда не едет хотя он всем там уши прожужжал что его позвали вот и естественно вот это равновесие ему очень хочется достичь до по легенде но сама по себе карта равновесия она означает что вы пережили такой опыт когда в пахпыхах на чье-то предложение может быть на какие-то чита зазывания вас куда-то до резко согласились вопреки кому-то и у вас это прошло и вы уже пришли в равновесие то есть тут же этот актер он же делает выводы зря я так погорячился зря я скорее скорее согласился на предложение людей которых я даже не знаю вы уже прошли этот опыт и пришли в равновесие и поняли что нужно сначала всегда использовать свою интуицию посидеть подумать что я чувствую что моя душа чувствует поговорить с тихим голосом души прежде чем принимать какое-то решение то есть вот уже этот опыт есть и чакра работает и седьмая чакра освобождение ну чакра освобождение она и говорит об освобождении что вы долгое время не верили в бога высшие силы в то что бог вас любит что он есть рядом но есть луч света в темном царстве и даже стоящий человек на кладбище ночью в дождь на самом деле может оглянуться и увидеть как бог посылает ему сигналы как бог посылает ему лучи до какой-то период у вас был даже сердитости на высшие силы и на бога что на самом деле в жизни все плохо виноваты высшие силы или их вообще просто не существует и после того как вы прошли какой-то опыт вы поняли суть устройства этого мира что здесь никто никому ничего не должен что на самом деле высшие силы это что-то нейтральное верно же то получается вы начали освобождаться начали освобождаться и гармонизировать свою седьмую чакру начали связываться с богом то есть канал связи с богом открылся и вы начали принять и принимать личную ответственность за свою жизнь вместо упреков вот то есть вы сейчас сможете разобрать завалы и идти дальше по жизни у вас все получится вы будете реализоваться в творческом плане ну смотрите с какой сделаем вывод у вас не так уж много блоков вас заблокирована в первую очередь это чакра 2 до ну и 5 2 5 всего 2 чакры остальные очень даже хорошо работают на то чтобы трансформироваться и на то чтобы вы как человек развивались и шли вперед ваша энергетика сильно на самом деле сильно несмотря на то что у вас есть некоторые травмы все у каждого человека есть травмы помните об этом мы не можем быть идеальными но у вас не так уж много блоков поэтому вам нужно просто развиваться просто устранять остатки и самосовершенствовать самосовершенствоваться в духовном плане и все у вас естественно будет хорошо вот такая вторая позиция третья позиция сначала смотрим у латхару вашу первую чакру что там открытие чакра хорошая я вам честно скажу очень хорошая она всегда связывает человека с землей но также она всегда активизируется если она открыта да если она работает активизируются личные силы организма организм работает как часы выздоравливает у него невосполняемый запас жизненной биоэнергии вы может быть даже донор потому что чак чакра очень хорошо работает и карта очень хорошая она говорит о том что да вы заземлены но да вы знаете что бог есть и связаны с высшими силами вы знаете что есть душа что это душа управляет телом и что тело это ваша машина а вы отдельное тело вы не тело есть такое осознание из-за этого тела у вас работает очень хорошо либо она сейчас на пути к выздоровлению либо она вообще в принципе не болеет более того у вас нет страхов и откуда они будут если вы точно знаете что вы не тело страхи обычно появляются у людей которые думают что если тело умрет то жизнь закончится хотя на самом деле мы не материальны то есть тело это лишь машина как вот представьте что вы играете в компьютер и там управляете каким-то героем да вы можете взять другую игру третью вас меняются тела вы ими бегаете едите там не знака в gta да делаете то все пятое десятое вы перемещаетесь из одной игры в другую вы можете менять персонажей то же самое на самом деле происходит с душой и телами и вы почему-то на подсознательном уровне или на сознательном это уже знаете давайте ну я так понимаю да что вы поняли чакра не заблокирована давайте посмотрим вторую вашу чакра сексуально это с чакра с ватхистана стран вот авторы когда печатали на русском языке они прям ошиблись за безумие конечно эта карта старость она не страсть просто они случайно ошиблись когда печатали представляете ну да ладно смотрите у вас есть такая вот карта на сексуальной чакре она говорит о том что в чем-то вы себя считаете ну как сказать может быть человеком который занимается в жизни любимым делом да здесь девушка ухаживает за людьми то есть это ее общественная работа но она делает это для души вообще в свадхистане есть не только сексуальная энергия не просто сексуальной энергии эта энергия копится и она трансформируется в творческую энергию вот у вас получается есть осознание что вы делаете что-то хорошее в жизни что-то светлое то что вам нравится то что вы от души делаете то что вам не знаю прям по таланту да да ну от бога на роду написано когда же объяснить то есть несмотря на то что она такая вся королева да она приходит и многим бы показалось что она планку снизила а на самом деле нет она просто занимается любимым делом она делает то что ей нравится ухаживать за стариками вот ну слово страсть в принципе тоже здесь на самом деле подходит но тогда эта страсть к своему делу к своей к своему таланту к тому что в жизни вам дано от природы да и вы страстно просто следуете этому несмотря на то заплатят вам или нет то есть вы не зависите от оплаты на самом деле ну и правильно делаете знаете почему потому что если вы будете и дальше развивать свои таланты и делать то что только ваша душа пожелает бог всегда даст вам денег в любом случае помните об этом смотрим дальше вашу третью чакру чакру связи с обществом манипура беспутство вот видите вот первая чакра 2 чакра всего хорошо а третье у вас беспутство полнейшие вот но почему то тут все время идет какой-то почтенный возраст на картах как изображение да и это означает что у вас принципе очень много жизненного опыта вот и как я это вижу по третьей позиции не обязательно что вы старый человек уже возрасте и так далее но вы можете приобрести даже в молодости очень много жизненного опыта человек вы явно который может быть когда-то прошел огонь в воду медные трубы вот мы здесь видим желтую канарейку на карте она такая птица ручная да вот и вот в принципе здесь конечно дурацкие истории вот эта канарейка она ну как рассказывает историю для фильма что как бы и хотелось что фильме было да и она может даже знакомым рассказывать как ее жизнь проходит а на самом деле это было в кино понимаете то есть в жизни у человека одно он живет там допустим не знаю там на диване сидит вот так же ничего не делает телик смотрит если выходит в люди то начинает рассказывать историю какую-то как будто бы из фильма ну что на самом деле у него будто происходило что-то захватывающее интересное в жизни то что никогда на самом деле не было эта карта всегда показывает при украшивании действительности она показывает что вы можете людям даже как просто не знаю там больницы полежали или сходили в парк аттракционов преподнести так как будто это квест или как будто бы это блокбастер понимаете есть такой момент перебора вот давайте посмотрим откуда он идет знаете есть такие люди от истории прямо истории у них идут о том что они не знаю герои сериала откуда это идет от девятки мечей была сильная депрессия связанная с мужчиной и еще с одним мужчиной какая-то любовь свадьба сильно много энергии потратили на какую-то любовную историю так понимаю очень хотели чтобы вас замечали очень хотели чтобы вы были особенно для кого-то хотели чтобы вы были настолько уникальной для какого-то человека что в определенный момент ваше сознание стало слишком ярким и все что у вас жизни происходило тоже несмотря на то что это были обыкновенные обыденные вещи для вас это были слишком яркие вещи понимаете и вы начали людям то же самое преподносите себе что на самом деле слишком яркий человека на самом деле с вами происходят обыденные вещи вы можете соглашаться с этим раскладом или нет это лично ваше дело либо видеть карту беспутство как-то через призму своих каких-то впечатлений потому что когда вы смотрите на таро когда вы смотрите на саму карту вас могут возникать собственные ассоциации и вы можете писать об этом теперь посмотрим на вашу анахату сердечную чакру что там обман вы в жизни столкнулись с каким-то большим обманом хотя очень доверяли то есть вы были афанасием да как я это называю фоне до человеком который всем доверяет или доверялся какому-то определенному человеку просто беззаветно вот так какая-то наивность была и этот человек вас обманул обманул потому что вы были слишком наивные у вас сидит этот блок сердечная чакра явно заблокирована тем что вы внутри обиделись на обман вы мечтали было очень много иллюзий связано с какими-то отношениями и идет разрушение башня смерть когда ведь это они дом продают расстались там чашку разбила вы посчитали что это все обман теперь и ваше сердце некотором смысле осталось с обидой смотрим на пятую чакру вишудху ну еще хочу сказать по поводу обиды и и надо прорабатывать то есть надо научиться прощать все люди когда-то ошибаются вы когда-то ошибались я думаю не раз и перед богом и все одинаковые когда человека обманывают и когда человек обманывает это для каждого из них негативный опыт который из которого душа делает вывод то есть вам это надо понять что вам надо научить научиться прощать вишудха трудоголик вы вот как у вас дав по второй чакре энергия все равно даже несмотря на блок сердечной чакре она доходит до вишудхи вы трудоголик вы человек который может добиться очень многого в жизни то есть у вас у вас есть сбой с общение с социумом потому что вас считают несколько человеком который приукрашивает все в своей жизни есть обида на обман но вы творчески очень развитый человек который занимается любимым делом вот судя по картам вы человек который свое дело обожает и никогда в жизни ни на что не променяет вот так вы это очень хорошая карта она говорит о том что у вас чакра работает на все сто процентов теперь обсудим аджну это наша лобная чакра чакра ясновидение чакра интуиции посмотрим насколько мистицизм но да вы склонны мистифицировать какие-то свои видения какие-то проявления интуиции не знаю там числа которые вам выпадают есть несколько преувеличения то есть она у вас как здесь выпало так и здесь возможно вы настолько творческий человек что вам это даже не кажется преувеличением вы просто так самовыражаетесь это уже сложилось из ваших психологических травм не факт что это нужно менять но главное не заболеть не знаю там воображением слишком сильным когда люди себя есть пугают вот вам главное себя не пугать в этом плане в плане мистицизма вы можете верить в духов демонов в потусторонние силы в темные светлые понимаете есть люди которые начинают думать что их атакуют какие-то сущности что на них сидит демон что он их пожирает вот это вам не стоит фантазировать потому что если вы попали ко мне на индивидуальную консультацию или к владимиру николаевичу вам оба объяснили как это все происходит но вы не у нас на консультации и здесь онлайн я это тоже объяснять не смогу но вам надо понять что мир не так уж плох и если вы верили только в светлое это что вас защищают высшие силы на самом деле это так и есть то что чакра работает вы можете многое предвидеть видеть у вас есть дар к ясновидению к яснознанию дар даже когда гаданию к тому же и к магии одаренность есть поэтому просто старайтесь не погружаться во тьму вот такой ответ и теперь чакра связи с богом сахасраром мы посмотрели сахасраром каком она состоянии смущение вот видите есть это смущение да и все из-за мистицизма скорее всего вы не полностью думаете что высшие силы вас любят никого и не любят и не ненавидят помните вот об этом они нейтральные на самом деле в мире нет никакой дуальности нет черного и белого но просто если бы не было кислорода не было бы и огня не было бы света не было бы и тьмы и также наоборот мы бы не было не было бы света как бы вы все различали глаза то у вас физическом смысле смотрят то же самое с темными светлыми силами да на самом деле все едино просто человеку надо разделить иначе он понимать не сможет потому что у него тело оно физики живет да и вот это серебряное облако которое вы символизирует вашу седьмую чакру она здесь показывает что после смущения мы всегда приходим к ясности что ничего не надо решать нужно просто быть медитации в спокойствии это всегда источник ясного ума а пока что вы находитесь в некотором густом тумане вы пытаетесь быть его понять правильно ли поступили в какой-то ситуации и вам нужно обрести эту ясность вам честно скажу у вас есть духовная поддержка просто вы можете ее не всегда ощущать полностью высшие силы вас больше любят нежели не любят и как сказать если уж на то пошло до поддержка рода поддержка ангелов хранителей у вас есть помните всегда что никто не хочет надавать вам по голове вот я хочу что сказать вы как будто боитесь того что вас не знаю там накажут высшие силы за что-нибудь вот как будто бы страхи вот какие-то есть по поводу высших сил и вам всего лишь нужно понять что они нейтральные и что им даже проще вас любить чем ненавидеть им не надо вас наказывать вы сами себя накажете человек когда совершает проступок он сам же себя наказывает и начинает о нем думать годами теряя драгоценные минуты жизни до худшие наказания на свете понимаете но такой ответ по позиции номер три представляете в чем я сейчас вспомнила что я по второй позиции не дала совет от мудрости золотого пути но я дам по 3 потому что по 1 был совет и по 2 сразу же после 3 сделаю тайм-код и так совет от мудрости золотого пути для вас как на путь такое сезон и жизни ну вот эта карта она для вас на самом деле и есть сезон и жизни она говорит о том что в жизни все всегда меняется и вам надо это принимать то есть как мы иногда не можем не хотим принимать зиму до что она холодная такая или осень не хотим принимать что все увядает и слякать кто что кто кому что не нравится но принимая или не принимая она существует до смена сезонов и вот так же и вам нужно принимать сезон и жизни весна лето осень зима и так до бесконечности она ведь не будет никогда прекращаться помните об этом и вам нужно принять добывает что-то хорошее в жизни вашей бывает что-то плохое бывает вы обманываетесь где-то бывает что наоборот встречать очень благородных людей и вот вам нужно просто принять жизнь такой какая она есть саму жизни в ее проявлении нужно принимать перемены как должное и верить что все происходит только к лучшему вот такой ответ вам дали карты по третьей позиции а для 2 я дико-дико извиняюсь но я сделаю вам тайм-код на путстве для вас по мудрости золотого пути как же так не дала вот видимо где-то переключилась слишком вперилась в какую-то вашу проблему по чакрам да и все и все конечно все позабывала давайте сейчас вытащу для вас карту 2 позиция совет от мудрости золотого пути для второй позиции извиняюсь карта переменные перемены это хорошая карта она говорит о том что нужно освобождаться от негативных связей и открывать себе к путь к позитивным начинанием в любом случае вот вам нужно знаете как понять разобраться вторая позиция кто тянет вас вниз или что что или кто делает вас в жизни несчастным человеком от чего вы страдаете и просто удалить удалить этих людей эти не знаю там воздействие на вас даже нелюбимую квартиру можно удалить просто продать и и купить нормальную да все что угодно то есть вам нужно максимально я не говорю что вы полностью сможете избавиться от всего что вас угнетает или хоть как-то на вас негативно воздействует но постарайтесь частично хотя бы отпустить все то что вам не нравится допустим у вас есть связь с человеком который тянет вас вниз уже вас измучил задолбал зачем же вы тогда с ним остаетесь откажитесь от него откажитесь от нелюбимой работы допустим если она у вас есть где каждый день на вас какая-нибудь сотрудница злится многие люди не могут отказаться от ворчливых людей которые их окружают и каждый день к ним приходят вот у меня был у бабушки пример к ней приходила каждый день тетенька все съедала все выпивала и плакала плакала и жаловалась на жизнь да потом бабушка поняла что это уже перебор человек просто вампир вот вам надо проанализировать что же вас тянет вниз кто тянет вниз и просто по избавляться максимально возможно конечно если это и ваши дети это будет сложнее да но может тогда и не надо но есть еще аспекты которые вас угнетают уберите это уберите все то что вас угнетает вот такой ответ по второй позиции я выделю обязательно там тайм-код мы переходим позиции номер 4 4 ваша первая чакра чакал чакра муладхара уж сегодня заговариваюсь я говорю уже час без перерыва муладхара вас идет она с блоком это карта самоуспокоение а самоуспокоение вы знаете она говорится о чем о том что вы можете не замечать проблему то есть просто забить на нее закрывайте глаза на какую-то проблему которая на самом деле вас очень сильно тревожит и портит вам жизнь первая чакра это чакра нашего тела наших жизненных сил она задерживает наш нас по сути на этой земле понимаете она гарантирует нам что мы живем просто чакра нашей жизни она говорит о инстинктах самосохранения и когда мы видим самоуспокоение это как малиновые сны да это как предупреждение что ли что вы можете начать сдаваться зацикливаться на бессмысленных ситуациях игнорировать уже проблемы которые прям стучаться к вам в дверь в окна я не знаю это всюду а вы их просто не видите и вы циклитесь на несбывшихся мечтах вот представьте что вы о чем-то в прошлом мечтали но это не произошло вы упустили как вам кажется кучу времени на самом деле ничего не упустили потому что ваша жизнь текла нашла душа приходит на эту землю пока получать какой-то опыт почему вы решили что в этой жизни вы должны быть любим и богаты и так далее нет вы конечно должны желать себе этого но ваша душа могла прийти на эту землю получать другой опыт понимаете и все в этом мире самый драгоценный опыт самый нужный а вы можете знаете как считать я упустил время я не добился того о чем мечтал я не добился сего и я это упустил я вот и упустил вместо того чтобы наконец сконцентрироваться на том что сегодня происходит и на вашем будущем в этом проблема зачем вы все время себя гнобить и зачем вы все время страдаете о том чего вы там не сделали не концентрируйтесь вообще на прошлом просто идите вперед смотрите вперед смотрите в сегодня давайте немножко уточним раз у вас она блокирована сразу с первой чакры блок да давайте уточним на таро четверка пентаклей говорит о том что работа непочатый край вот наверно то проблема которую вы игнорируете рыцарь мечей показывает что вы человек очень талантливый и можете добиваться в этой жизни всего чего угодно десятка пентаклей что у вас есть поддержка рода и семьи которую возможно вы не хотите видеть тройка кубков что вы можете быть счастливым человеком самым замечательным а пятерка пентаклей показывает мало того что у вас работы непочатый край которую вы видимо не хотите делать даже если эта работа по дому там завалы разобрать почему-то руки не доходят до или по работе также так еще и вы ощущаете себя ребенком потерявшимся в лесу и карты показывают огромный энергопотенциал талант и человека который может радоваться и жить в семье но он этого не делает он будто бы заблудился попробуйте просто вот даже способ давайте посмотрим как избавиться от этого блока умеренность видите тут все-таки мужчина женщина попробуйте наладить личную жизнь помириться с кем-то с кем вы ссорились или познакомиться с кем-то новым в этой жизни для создания пары если вы не замужем не женаты если у вас пара уже есть работайте над отношениями налаживайте их и находите духовное единство с вашим партнером партнершей это укрепит вашу первую чакру как ни странно проработается блок блок человека который потерялся потерялся в лесу потерялся в своем прошлом и сожалеет о том чего уже точно не вернешь ну-ка попробуйте на 10 минут назад перри перепрыгнуть получится у вас перепрыгнули на 10 минут назад вот роликом видео можно перепрыгивать на 10 минут назад а вашей жизнью нельзя перепрыгивать и как бы вы не сокрушались как бы вы не мучили себя каждый день об этими мыслями обратно вы не перепрыгните теперь давайте посмотрим вашу сексуальную чакру это чакра свадхистана карта служения но карта говорит о том что вы по сути человек который не может бросить окружающих в беде вы человек сострадательный вы человек который может как принимать помощь окружающих так и оказывать ее другим вот у вас есть жертвенность понимаете именно жертва вы жертва вы человек который может жертвовать собой ради других людей и иногда эти жертвы не бывают очень-то уж оправданы понимаете потому что да мы можем быть милосердными да мы можем быть сострадательными но на нам нельзя забывать о том что это наша жизнь и если вы забываете в этом о себе то это очень плохо нужно думать как об окружающих так и о себе самому распределять свое время свои возможности не переусердствуя и не превозмогая их потому что это тоже своеобразная духовная гордыня которая говорит о том что я за вас все сделаю и так-то эти люди тоже за себя должны кое-что сделать потому что у них есть своя жизнь почему вы перекладывать их обязанности на себя да иногда мы ухаживаем за стариками они уже не мощные но иногда мы начинаем ухаживать вообще за всеми даже за теми кто в принципе сам может себя обслуживать да мы начинаем зарабатывать за других делать уроки за других выносить мусор за других хотя этот человек может оторвать свою попу и пойти выбросить ведро верно попробуйте распределить те обязанности которые человек может выполнять сам и отделить то что он может выполнить сам от того что он не может в этом ваша проблема теперь смотрим третью чакру манипуру с чакра связи с обществом это у нас карта молитва вы умеете молиться и эта молитва она говорит о том что вы уважаемы людьми люди вас ценят люди считают вас человеком который может дать им что-то большее чем просто общение может дать даже какое-то духовное развитие вы человек в обществе который может вращаться и у будет уважаем вы человек который которого общество принимает и чакра это у вас не заблокирована то есть она работает хорошо давайте посмотрим четвертую это у нас анахата сердечная чакра мудрость у человек сердечный вы человек мудрый вы человек который умеет любить и которого любят и вы знаете что когда дать совет вы знаете как дать совет вы можете поддержать окружающих в этом ваша сила эта чакра вас не заблокирована вы буквально можете объять своей любовью и мудростью весь этот мир и мне странно как вы так погружаетесь в прошлое сожалеете о нем если вы такой хороший мудрый человек смотрите вперед смотрите вы добрый человек вы можете молиться вы бы вы мудрый человек да еще и сострадательным вы можете служить людям вам не стоит гнобить себя и не стоит слишком много брать на себя вам нужно пожить для себя это сто процентов потому что человек вы очень хороший пятая чакра вид шутха горловая чакра эта чакра у нас всегда отвечает за творчество вы у вас выпало одиночество творчески возможно вы не успели развиваться и у вас эта чакра несколько заблокирована буквально вы не можете выражать перед людьми свои мысли это для вас очень сложно в плане выразить их на сцене на общее обозрение не знаю там в том же ютубе в инстаграм в социальных сетях да хоть где для вас это очень сложно вы знаете что у вас есть все необходимое здесь и сейчас для жизни но в то же время вы не можете начать жить полной жизнью то есть вы не можете рассказать людям о себе выразить себя на на общее мнение на окружающих вы можете пообщаться вы можете дать совет можете всех любить вы можете сострадать можете за всех молиться молиться за себя но вы не можете реализовать себя в творческом плане и жить так как вы хотите вам нужно закрыть глаза съесть и понять как вы хотите жить какая у вас есть мечта потому что такое чувство что никакой и вы они просто забыли за своими сожалениями о прошлом ведь вы маг бумаг вы очень способный человек и вы можете быть шрицей маг шрица в связи у вас есть экстрасенсорные способности очень сильные вы можете иерофант вы мудрый человек можете везти вести за собой целые общества вы можете вести за собой духовную группу или группу которая связана как-то с вашим творчеством может быть вы художник в душе может быть вы певец там нельзя певица музыкант или человек действительно связаны с эзотерикой маг жрица иерофант показывают ваши грандиозные способности которые вы не можете просто рассказать этому миру давайте посмотрим что у вас саджной это у нас чакра во лбу находится до в середине там карта прощения она говорит о том что вы вы всех простили у вас и блок от она сердечной чакры нет да у всех простили вы обладаете даром предвидения у вас открыта лобная чакра третий глаз у вас работает на все сто процентов так вы еще и сумели простить отпустить забыть какие-то старые обиды единственное что вы сожалеете это каком-то прошлом что вы упустили что-то то есть вы гнобите себя если вы не гнобили себя вы были бы идеальным человеком который может абсолютно все вы вы настоящий бог какого-то дела которое вы не реализовали срочно реализуйте его карта прощения говорит о том что чакра не заблокирована она работает на всю катушку и вы можете даже ясно видеть прямо сейчас и седьмая чакра чакра связи с богом с высшими силами судьба судьба выпала у вас вас ведь и вы как будто крест какой-то несете верно же вам кажется что вы несете крест жизненный черный и белый да вот я в какой-то позиции говорил о дуальности вот она дуальность черный и белый вам нужно рисковать вам нужно осмелиться жить так как вы решили и может быть даже пойти на на жертву для того чтобы жить так как вы хотите вам нужно объединиться с кем-то потому что это черные и белые это пламенные близнецы которых разделили но которые могут снова быть вместе соединить свою любовь и вам нужна пара как то которую возможно вы где-то или потеряли или морально потеряли человек может рядом с вами быть но вы как будто упустили с ним духовный момент если же вы рядом уже находитесь вам ни в коем случае нельзя разъединяться где-то есть на этой планете именно сегодня именно сейчас ваш пламенный близнец которым вы объединитесь и будете просто богом на этой земле ну как богом да не в плане что вы сами понимаете настоящим богом станете нет я в этом не говорю творцом творцом своей судьбы вы сможете быть счастливым богатым или там пройти какой-то высокий духовный путь вы сможете организовать свою жизнь так как вы хотите то что ваша душа пожелает вы все сможете реализовать и именно объединившись с вашей настоящей парой вот такие у нас были четыре позиции расклад радуга всем спасибо за внимание жду ваших комментариев по данному видео приглашаю вас на индивидуальные расклады на консультации по ясновидению на ритуалы обязательно подписывайтесь на наш канал опять забыла я извиняюсь я опять забыла эту карту выложить совет для вас четвертая позиция я извиняюсь но я не диктор на телевидении даже человек самооценка вот смотрите у вас страдает самооценка мудрость золотого пути вам сразу об этом сказала если вы поднимаете самооценку если вы не гнобите себя тем что вы потеряли в прошлом вы как будто знаете даже не надо оцениваете все свои таланты и способности которые в обилии у вас есть вот поднимите свою самооценку у вас все будет хорошо четвертая позиция ну как же так я вторую позицию также пропустила и вообще после 3 рассказывала вот эту вот карту она очень нужна вы знаете она вам была очень нужна ну теперь всем пока до новых встреч пишите комментарии мнение об этом раскладе